Всем привет! Тема этого видео – женское и мужское одиночество. Периодически просматривая YouTube, постоянно натыкаюсь на видео, где разные специалисты и умники рассуждают на тему женского одиночества, одиночества вообще, мужского. И там такое нагромождение разных мыслей следует у них, предположений, каких-то утверждений. И все это, знаете, нагромождается одно на другое. Какие-то фантастические совершенно гирлянды создаются, смысловые. Я просто смотрю на это и удивляюсь. Вот охота людям языками чесать. На мой взгляд, ситуация довольно простая. Я обрисую. Значит, женское одиночество возьмем, мужское одиночество. Также возьмем одиночество в семье, когда супруг ощущает себя одиноким. И одиночество народа, когда народ ощущает себя заброшенным, без заботы живущим, что правителям на них все равно, наплевать. Короче, вот эти четыре вида одиночества сейчас мы в одном касте, в одном видео разберем. Я скажу свое мнение по данному вопросу, потому что, ну, как бы, считаю, что это нужно сделать. Потому что столько всего наворочено, нагорожено, такие городушки нагорожены, что просто диву даешься, охота людям время терять. Итак, четыре вида одиночества. Первое. Женское одиночество. Да, предисловие небольшое. Мы должны понимать, что мы, как личности, сформированы под воздействием христианской культуры. Хорошо это, или может кому-то это не понравится, но христианская культура, основанная на Библии, а в Библии открываем книгу бытия, читаем, что женщина сотворена помощницей мужчины. Для мужчины помощницей. Понимаете? Вот нравится это или не нравится, нас так сформировали. Вот как детей пеленают, и у них потом затылки всю жизнь плоские. Понимаете? Вот так нам эти социальные роли привиты. И в этих социальных ролях тысячи лет жило человечество, сотни лет, тысячи лет, сформировались поколения, произошел отбор людей, женщин и мужчин, способных максимально эффективно и долго жить по таким христианским законам. Поэтому, дорогие женщины, если вы ощущаете себя одинокой, это означает только одно, вам следует посвятить свою жизнь служению какому-то конкретному мужчине. Красив ли он, страшен ли, болен ли, здоров ли, беден ли, богат ли, глупый он, умный, шизофреник он, или какой-то другой недостаток человек имеет. Если вы не хотите быть одинокой, вам нужно выбрать мужчину, который вам по каким-то соображениям нравится. Может быть, рост нравится, может быть, взгляд нравится, может быть, нравятся какие-то его особенные, как сказать, характеристики, голос там, не знаю, что-то там нравится. Вот, выберите себе мужчину и служите ему. Помню, что вы сформированы в христианской культуре, конечно, с отклонениями, с советскими, с коммунистическими, социалистическими, с комсомольскими отклонениями, понимаете. Но все ваше формирование, ваше мировоззрение и вашей души произошло под воздействием формирования всего этого в предыдущих поколениях, и вы сформированы христианкой. Можете от этого отталкиваться, отказываться. Но это данность, это как плоский затылок, понимаете. У детей пеленают плоские затылки, потом у них всю жизнь напоминание о том, что родители им в детстве связывали руки. Чтобы они спокойно лежали и типа спали. Младенцы. Поэтому у всех плоские затылки. И мы все с вами сформированы христианами. Вот так. А по книге бытия женщина должна мужчине быть помощницей. И любой священник, любой человек, который вам говорит обратное, он вас дезориентирует. Итак, если вы не хотите быть одинокой, выберите себе мужчину. Вот знаете, как на Руси в свое время была смута, и народ выбрал себе, пригласил этих варягов, то есть, викингов там, я не знаю, как их называют-то. В общем, представители другого народа, чтобы они ими управляли. Понимаете? Управляли. То есть, люди уже сами там перессорились на Древней Руси. И были вынуждены обратиться к иноземным правителям, чтобы они пришли и правили Русью. Вот так. Так и вы. Чувствуя свое одиночество, что вам тяжело жить, что вам там чего-то... Вы зарабатываете деньги, как в трубу улетают, не можете распорядиться своими капиталами. Выберите себе мужчину. Именно мужчину. Не мужика, раба, исполнителя похоти, а мужчину. Самостоятельного, полноценного. Ну, по возможности. Бывает, что мужчина, вот, как говорится, хоть плохонький, да свой. Это уж, извините, от ваших параметров зависит. Может быть, вы выберете себе мужчину, который вас достоин. Он будет слабенький, но и вы тоже, может быть, слабенький. А может, вы красавица, умница. И выберете себе мужчину, который тоже самое. Ну, в общем, сопоставимый вам по ценности общественных характеристик. Таких, как красота, здоровье, богатство, ум и все такое. В общем, выбирайте себе мужчину и служите ему. Вот. Да, он может оказаться ненравственным, безнравственным. У нас все общество поражено. Он может оказаться каким-нибудь непорядочным человеком. Ну, тут уж я, извините, не могу вам ничего сказать. Значит, ставьте своим критерием своего выбора, главным, так сказать, признаком, порядочность, религиозность. Чтобы не бросил, чтобы... Ну, а такие мужчины, он может быть там какой-нибудь некрасивый, маленький, бедный, страшненький, но зато очень верный, очень порядочный. Короче, выбирайте себе мужчину и служите ему. Поэтому, перечитывая Библию, помни, что женщина создана Богом в качестве помощника для мужчины. Ибо нехорошо человеку быть одному. Человек кто у нас? Мужчина. А женщина, она тоже человек, безусловно, но создана как помощница мужчине. И проблема одиночества ваша разлетится как дым, как туман над водой. Ну, конечно, там и дети могут у вас появиться, и вы будете детей воспитывать, но основа это не дети, это мужчина. И вот пока вы будете выполнять свою женскую роль такую, библейскую, вы не будете одиноки. А там как Бог даст. Так, переходим к вопросу попроще. Мужское одиночество, его, на мой взгляд, не существует, потому что мужчина должен быть связан с Богом, должен представлять из себя высоконравственную личность, духовную, связанную с Богом, понимающим. Мужчина должен понимать, как ему жить и, так сказать, что ему можно, что нельзя. У него должна быть совесть, он под воздействием этой совести должен совершать поступки. Он, естественно, не может там бросить женщину, допустим, и не может он изменять или что-то там нехорошее делать, воровать не может. То есть, проблема мужского одиночества, это проблема оставленности Богом этого мужчины. Тут даже как бы не то, что вот Бог его оставил, а человек сам удалился от Бога, мужчина. Делает плохие вещи, не может, не может вынести святости, не может читать Библию, не может религию свою исповедовать, отвергает идею, может быть, Бога, атеисты, это самые одинокие люди, по-моему, атеисты, понимаете. Вот, короче, если мужчина связан с Богом, думает о Боге, какие-то свои нормы исполняет религиозные, он не будет себя чувствовать одиноким никогда, независимо от того, есть у него женщина, нет у него женщины. Но я вас уверяю, если вы живете в порядочной жизни, женщина у вас появится, она вас оценит. Потому что Бог это сосредоточение всех благ, и здоровья, и богатства, и красоты, и внутреннего стержня, все, все будет у человека, который религиозный, который думает о Боге, о высших силах, стремится жить по совести. И женщина у него как приложение к жизни появится обязательно, сто процентов. Другое дело, опять же, какого рода это будет женщина? То ли она будет красивая, то ли не очень, то ли молодая, то ли пожилая, то ли богатая, то ли нет, то ли умная, то ли не очень умная. Это уже вопрос ваших личных характеристик, опять-таки, какого женщины. Тут я ничего не могу вам сказать. На какую женщину вы потянете, кого вы достойны, та женщина к вам прилипится. Оценит вас, подойдет и будет вам служить. Вот. Переходим к третьему вопросу. Одиночество в семье. Тут вообще просто. Вот то, что я сказал, применительно к мужчине, к женщине. Женщина не хочет служить мужчине, чувствует одиночество в семье. Мужчина не хочет жить духовной, нравственной жизнью. И чувствует свое одиночество, оставленность Богом. Вот такое дело. И тоже чувствует себя оба одиноки. Поэтому, мужчины, вы должны жить по совести, самому себе должны, совести своей должны, никому-либо. Самому себе, своей совести, своим предкам, своей истории, самому себе. Вы должны быть людьми нравственными, порядочными, трезвыми, ответственными перед своей совестью, перед Богом, перед собой. И, соответственно, у вас должна быть связь с Богом. Тогда вы не будете чувствовать одиночество, независимо от того, с женщиной вы или нет. А женщина пусть служит мужчинам своим, мужьям, и тоже никакого одиночества чувствовать не будут они. Да, переступить через эгоизм, через потребительство. У вас, например, телефон хороший, а у мужчины плохой. Вот свой телефон отдайте ему, и пусть он, так сказать, он мужчина, он глава, он хозяин, так сказать. У него пусть будет этот телефон, и он будет пользоваться и извлекать какую-то прибыль. Или первый кусок ему, одежду лучше ему, покой, уют, все это для него. Это не то, что я говорю, что так правильно. Это не то, что я говорю, что это вот так должно быть. Нет, это просто данность, исходящая из нашего воспитания. Если кто-то, женщины дорогие, хочет устраивать эксперименты, ради Бога, я вам говорю просто данность. Я не говорю, что вот кирпич, он четырехугольный. Я говорю, что это данность такая, понимаете. Нас так сформировали. Если бы мы были сформированы в какой-нибудь там тибетской культуре, где есть многомужество, где мужчин мало, мужчин много, женщин мало. И там наоборот может быть что-то. В какой-нибудь религии африканской, я не знаю. Я бы вам говорил бы другое, понимаете, что мужчины должны женщинам служить, понимаете. Но я сам в христианской культуре выращен, вы выращены в христианской культуре, мусульмане в мусульманской культуре. Поэтому мы не можем создать нормальные отношения и не можем относиться спокойно, мы не можем быть психологически стабильны и спокойны, если мы идем против своей культуры, против своей совести. Поэтому эту данность нужно учитывать. А кто хочет устраивать эксперименты, да ради Бога. Пусть устраивают, я вообще ничего против не имею, это и сделаю. И четвертый вопрос. Одиночество народа. Оставлено, что правители развлекаются, а на нас им наплевать. Вот знаете, то же самое, что и женщина по отношению к мужчине. Народ выбирает себе правителя, как женщина выбирает себе мужчину. Подчиняется, любит ему, служит ему, говорит ему, что он порядочный, что он совестливый, что надежды все на него, царь ты наш батюшка, ты-ты-ты-ты-рыс-ты-ты. Вот, короче, любит, боготворит его, принимает власть этого правителя как от Бога, молится Богу о том, чтобы Бог послал правителю ума, здоровья, значит, ума для управления этим народом, здоровья. И всем его, короче, любит его искренне, служит ему, и правитель, естественно, будет пытаться этим народом, значит, сделать его жизнь лучше, будет этим народом дорожить, будет о нем заботиться настолько, насколько позволяет его совесть. Если он бессовестный, он может быть тираном. Если он совестливый, религиозный, ну как он будет издеваться над народом, если он сам сформирован в христианской культуре, высоконравственной, где, говорится, Христос сам сказал, что у кого там есть две одежды, отдайте тому, у кого ее нет, этой одежды, понимаете. Вплоть до того, что сними с себя рубаху и отдай, понимаете. Вот если правитель сформирован в этой культуре, ну как он будет издеваться над народом-то? И не надо домысливать, что правители какие-то плохие, такие, сякие, хуже нас. Не хуже, не хуже. Если бы они были хуже, то мы бы были их правители. А поскольку они наши правители, они залезли на эту гору и нами погоняют, значит, они лучше, чем то, хотя бы силой воли, хотя бы организаторским духом, хотя бы рассудком, разумом добрым или злым, который привел их на вершину власти и эксплуатирует народ, они управляют, манипулируют народом. Поэтому выбирайте хороших правителей и любите их. Вот и все, что можно сказать народу. И все. Вот разобрали мы четыре вида одиночества. Женское, мужское, одиночество в семье и одиночество народа. Больше мне прибавить не к чему. Конечно, набуровил я много слов, но говорю. Ну, я думаю, мысли вы мои поняли. Желаю всем всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла.